Подрываем нефтяные вышки, убиваем полевых командиров, украинские наемники о своей работе за границей. Русская весна, в конце августа, во время бегства американских военных из Афганистана, много шума, наделали забытые в Кабуле 12 украинских наемников. Это вновь привлекло внимание к теме работы украинцев в частных военных компаниях. Украинское издание «Страна» встретилось с тремя такими солдатами удачи. 40-летний Юрий К. стал наемник, имея опыт службы офицером в украинском спецназе и участие в нескольких миротворческих миссиях ООН в Африке, Азии и Европе. И более 8 лет работы в иностранных ЧВК в странах Азии и Африки. У 32-летнего Алексея Т. за плечами год службы в зоне АТО и 3 года работы в полиции. И около десятка контрактов в ЧВК. 36-летний Константин М. завербовался в иностранную ЧВК со стажем двух лет службы в добровольческом батальоне на Донбассе и одного года в ВСУ. После демобилизации из ВСУ не нашел себя в мирной жизни. Плюс, по его собственным словам, СБУ шило дело за кое-какие дела в Добробате. В Украинском уголовном кодексе наемникам посвящена статья 477, по которой за такую деятельность можно попасть за решетку. Поэтому наемники на контакт идут крайне неохотно. Есть и прецедент. Бывшего командира батальона Донбасс, Семена Семенченко и его соратников судят за создание частных военных компаний Донбасс Батальян Корпорейшн и Донкорп Украина, а также за предоставление услуг наемников зарубежным странам. При упоминании ЧВК Семенченко и Ка они лишь пожимают плечами. Компания Семенченко хорошо знакома. Еще до основания своей ЧВК они вербовали в наемники на работу в Азии и Африке для иностранных компаний бывших атошников и просто крепких мужиков с военным опытом. Но очень жадничали и брали огромные проценты при вербовке, в итоге те, кого они завербовали первый месяц, получали копейки. Такое же происходило и после того, как Семен Семенченко и Анатолий Виногродский основали свой Донкорп. Работать с этой компанией, себя не уважать, там зарплаты копеечные. При том, что они были всего лишь посредниками, по сути сдавали бойцов в аренду посредникам, которые пересдавали затем наших ребят в субаренду западным ЧВК, рассказывает Юрий К. В Украине работает несколько рекрутинговых агентств иностранных ЧВК, как правило, они маскируются под фирмы, которые занимаются подбором кадров для морской охраны судов в опасных водах. Их объявления свободно можно найти в интернете. Интересуют люди с опытом работы в полиции и армии от 23 до 50 лет с базовым знанием английского языка. Первые контракты действительно отрабатывают на морских судах. Это хорошая работа с приличной зарплатой. Первый контракт, как правило, стажировочный, новички получают около 800 долларов. К новичкам присматриваются, оценивают профессиональный уровень и психологическую совместимость. Зато на следующем контракте зарплата стартует от 2500 долларов, плюс при прохождении судна через опасную зону по 50 долларов в сутки. Но часто такая работа первый шаг, чтобы получить работу бойца в крупной западной ЧВК. и получать зарплату намного выше, поясняет отработавший более десятка многомесячных контрактов Алексей Т. По словам Алексея, после отработки нескольких контрактов офицером морской охраны на торговых судах от иностранных работодателей часто следует предложение другой работы, более специфической. По словам украинских сотрудников ЧВК, подавляющую часть бизнеса услуг военных наемников в Азии и Африке занимают частные компании из Великобритании. Чуть меньшую часть этого сегмента занимают ЧВК из США, основные западные ЧВК G4S, Mvom, Aegis, Carg и Black-Edged Securities. За последние годы западников стало заметно поджимать в этом специфическом бизнесе саудовская ЧВК «Эль-Кхалий». На отдельном положении и в особом статусе российская ЧВК «Вагнера» эта фирма работает в ряде стран Африки, в Сирии и в Ираке. У этой российской ЧВК среди ее западных коллег по бизнесу репутация наиболее боеспособной фирмы, которая не стесняется работать шумно и даже с определенным самопиаром. По словам собеседников страны, западные ЧВК в основном предпочитают тихую работу, диверсии, но иногда при этом вплотную контактируют и сотрудничают с российской ЧВК «Вагнера». Задачи у западных ЧВК бывают самые разные, но чаще всего те компании, в которых я работал, берутся за охрану частных лиц, сопровождение транспорта и разминирование, а также за специальные операции, которые не могут официально взять на себя военные контингенты США или ООН. Например, мне доводилось принимать участие в диверсионной работе, подрыве нефтяных вышек. «Были и совсем тайные операции по ликвидации полевых командиров террористических групп в Африке и Азии», признается один из наемников. «Вагнером все по барабану, бывают такие задачи, во время которых мы оказываемся на птичьих правах в стране, куда пребываем в командировку. Однажды прилетели в африканскую страну, в которой идет война между правительством и местными сепаратистами. Фактически мою группу, менеджеры моей ЧВК, раза три пересдали в аренду, от посредника к посреднику, каждый из которых получил свои комиссионные. Конечным заказчиком был господин по кличке мистер Сникерс, местный политический заправила. Он приехал навстречу со мной и посредником с огромным чемоданом евро и попросил взорвать объект в районе контроля враждующей с ним группировки. При этом речь об обеспечении группы необходимым оружием, взрывчаткой, амуницией даже не шла. Мистер Сникерс заявил, дескать, это не его проблемы, он платит только за результат. В итоге покупали у местных все сами, часть денег ушла на подкуп агентуры и проводников. Но в итоге не смогли...